Вот не топили даже во Вторую и Первую мировую ни одного флагмана флота, наконец-то мы утопили им. Это крупнейшее поражение военного корабля 45-го года вообще во всем мире. Так вот, у них шок сейчас и во власти, и во всех этих патриотических пабликах, и в мозгах простых россиян, которые кричат уничтожить Киев, ядерные удары, бомбы, снести проклятых хохлов, ля-ля-ля. И еще одна версия, которая появилась у них, что хохлы не могли сами. Это могло только НАТО навести и подбить, потому что хохлам... Не, на самом деле, я, кстати, не понимаю российскую пропаганду. То есть, почему вата, блядь, настаивает... Еще ватники настаивают, что, значит, этот, блядь, корабль Москва потопили кто угодно, только не Украина. То есть, принципиальная позиция ватников состоит в том, что... Москву потопили из-за того, что матрос, блядь, сигарету бросил куда-то. Блядь, по-моему, это гораздо хуже, чем то, что, блядь, с украинской стороны ебанули ракеты и Нептун. Ну, как бы, блядь. То есть, официальная позиция россиянских властей состоит в том, что, типа, это как в анекдоте про сапог на пульте управления. Как, во-первых, блядь, от нахуй от сигареты, может потонуть, блядь, крейсер, мне что-то... Он же крейсер, типа, да? Может потонуть здоровая хуйня, мне не очень ясно. Ебанул Нептун, который бог. Нет такой позиции, ты выдумал. Да, да, охуенно, чувак. Со всех каналов, блядь, посмотри, что Соловьев говорит на эту тему. Почему бы просто не сказать, да, я не говорю признать, почему бы просто не сказать, что, да, украинцы потопили, блядь, крейсер. Ну, допустим, придумать, что они подлый план какой-то сделали, или там предательство какое-то произошло, или еще что-нибудь в этом роде. Взять какого-нибудь мертвого солдата, объявить предателем, блядь. Ну, вообще, было бы намного хуже, чем то, что путинская власть делает в любом случае. Да нет, я... Вместо этого говорят, не-не-не, это не враги потопили, это мы, блядь, долбоебы. Это вот русский солдат, он, блядь, курил, короче, папиросу, бросил куда-то и ебануло крейсер, нахуй. То есть, они в этом случае признают, что украинцы на что-то годятся. Да там, блядь, тысяча и один способ сказать, что украинцы потопили крейсер, и при этом не выставлять это как то, что украинцы на что-то годятся. Сказать, что они подлостью его потопили, короче. Завербовали агента, блядь, приманили салом, там еще какая-то хуйня. Много чего можно было бы спезнуть, но нет, блядь. То есть, тогда пришлось бы ответить им таким же мощным ударом, или даже мощнее. До, 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 до. Как ответили Турции, когда двух, блядь, пилотов сбили, нахуй. Вот. И обоссали еще сверху. В мирное, блядь, время. Ну, с Турцией войны не было никакой. Даже спецоперации не было. Значит, они подлостью на что-то годятся, в любом случае выставляют украинскую сторону как угрозу, которая, так ее и так выставляют как угрозу. Что там подлостью разместят, не знаю, выжигатель мозгов НАТО. Там еще что-нибудь в этом роде. Может, как Армата, Папье-Маше. Блядь, может быть, действительно Москва была из Папье-Маше, как танк Армата. Да, я не подумал. Марго, хватит байтить на Доната. Очевидно, что если признать, что потопила Украину, то это признание военной мощи их армии. Так как и с нефтебазой под Белгородом. С нефтебазой под Белгородом. Слушай, в плане атак на Белгородскую область, по-моему, там как раз официальная версия, что это Украина и делает. Есть мнение, что это просто такой фолс-флэг специальный для того, чтобы потом ебануть по Украине чем-нибудь. Чем-нибудь запрещенным. Поэтому как бы да. Ну, я у меня пессимистичная точка зрения очень.